Добрый день дорогие друзья! Как и обещал, сегодня мы с вами приготовим вкуснейший домашний майонез. Все прекрасно знают, что майонез ассоциируется с Францией и что он был изобретен именно в этой прекрасной стране, но на самом деле нет. Рецепт майонеза французы заимствовали у других. Итак, много столетий тому назад в Средиземном море был придуман замечательный продукт айоли. Айоли это производная нашего сегодняшнего майонеза. Она делалась на основе оливкового масла и чеснока. Их растирали в пасту и получался такой соус. Впоследствии стали добавлять лимонный сок. И во многих регионах Испании еще добавили желток яйца. В итоге получается практически наш сегодняшний майонез. В 1754 году французы атаковали город Маон на острове Минорка, Балиальские острова, которые принадлежали на тот момент Испании. В принципе они и сейчас принадлежат. Так вот, именно там военные повара, французские военные повара и узнали об айоли. Он им очень понравился и этот рецепт пришел во Францию. Что сделали французы? Они всего лишь добавили дижонскую горчицу. Давайте приготовим этот прекрасный продукт. Но прежде чем начать его готовить, я хотел бы рассказать, какие ингредиенты традиционно должны использоваться. Вот в настоящий момент я буду использовать лимонный сок. Это уксус. Я предпочитаю яблочный уксус. Он нам очень нравится. Но можно использовать винный уксус. Соль. Посмотрите, это соль Малдон. Делается на юго-востоке Англии. Она практически ручной работой. Это выпаривается очищенная морская вода. И получается замечательнейший продукт. Без всяких добавок. Там нет йода, фтора. Он не настолько соленый этот продукт. Для людей, которые хотели бы исключить и уменьшить содержание соли в еде. Вот эта соль Малдон в самый раз. Коричневый сахар. Я стараюсь не использовать белый сахар, потому что он все-таки все равно проходит химическую очистку. А этот тростниковый сахар практически натуральный и очень полезный для организма. Обычная питьевая вода, табаско, дижонская горчица, яйца и вот различные масла, которые мы будем использовать. Для стандартного майонеза, как бы базика, я использую рафинированное подсолнечное масло и оливковое масло. А йоли делался на основе оливкового масла. И казалось бы, можно было бы сделать и майонез на основе оливкового масла. Да, действительно, его можно сделать. Но если вы хотите его скушать сразу, только сделали свеженький и сразу скушать, да, прекрасно, прекрасно с оливковым маслом. Но если вы собираетесь его хранить в холодильнике дело в том что оливковое масло в холодильнике она как бы твердеет и соответственно все жидкие ингредиенты которые вы превратили в эмульсию они просто разойдутся и отобьются поэтому если вы собираетесь хранить майонез в холодильнике пожалуйста используйте как основу подсолнечное масло рафинированное и уже как допустим десятую часть добавляйте другие натуральные масла которые в холодильнике не будут становиться тверже и не будут разрушать эмульсию самый ингрид главный ингредиент в майонезе это конечно же куриные яйца на основе желтка мы с вами будем делать эмульсию которые создаст нам на этот замечательный продукт который мы так любим мы используем сырые яйца поэтому всегда яйца желательно я вам рекомендую покупать именно в супермаркетах магазинах яйца которые были произведены на птицефабрике потому что там существует очень строгий контроль за заболеваниями кур а наша проблема у курей это салмонелла страшнейшее заболевание смертельное для человека поэтому я бы не рекомендовал вам покупать яйца для майонеза у бабушек на рынке потому что неизвестно каким продуктом эти куры кормятся болеют они или нет лучше всего покупайте яйца в магазине от известных производителей вот например в чехии вот яички да здесь указаны все данные производителя телефон е-мэл адрес здесь должен быть указан экспар дейт денег когда заканчивается срок годности вот допустим 10 6 19 обычно на яйцах стоят печати которые тоже говорят о том что яйца прошли осмотр здесь указаны даты вот например видите вот на полностью идет расшифровка что значит эти цифры на этих яйцах эти яйца здоровые они прошли контроль с инопедистанцией но даже чтобы их использовать никогда не пользуйтесь не разбивайтесь яйцо не помыв его потому что мы прекрасно знаем откуда это яичко вышло и так сейчас мы будем мыть яйца и я вам расскажу отдельно для нашего сегодняшнего майонеза мы будем делать пропорцию где-то 600 600 грамм для этого количества я буду использовать два больших яйца кстати по поводу размера яичек всегда старайтесь покупать крупные яйца потому что все рецепты которые даются в кулинарных книгах они как правило рассчитываются на большие яйца на большой желток если вы будете использовать маленькие яички то допустим чтобы получить пропорцию двух больших куриных яйца вам нужно использовать три но в итоге получится больше количество желтка то есть вы уже выходит за рамки рецептуры поэтому всегда старайтесь именно это допустим для бисквитов или живут для майонеза использовать крупные яйца надо тщательным образом яйца помыть под горячей водой смыть с них все все что на них есть то есть яичко должно быть абсолютно чистое так сделали вот мы яйца помыли следующий этап полейте их уксусом дело в том что уксус является натуральной кислотой и консервантом такие бактерии как салмонелла они не живут в кислой среде и поэтому после мытья и но буквально несколько секунд в этой кислоте наша шкарлупа становится практически стерильных следующий этап моем руки учитывая что вы сейчас только что мы леется которая была прямиком доставлена курочкой на ваших руках могли мог остаться помет с яйца теперь еще раз сполоснем воде вытираем яйца насухо вот этим яйцом мы можем пользоваться в общем-то не боясь белки отжелку я собираюсь делать майонез с помощью блендера по моему мнению майонез с использованием блендера получается наиболее скажем качестве он плотный он хорошо сбивается и выглядит прекрасно также как магазин кстати магазина майонезе магазины и майонеза конечно же более безопасные там используется яичный порошок который прошел термическую обработку и салмонеллы там конечно же уже нет но большинство производителей яичный порошок уже не используется они используются различные эмульгаторы загустители соевые лицетины и тому подобное поэтому если вы хотите вкусный настоящий майонез конечно сделайте его самостоятельно но при соблюдении всех правил безопасности использования желтка так вот можно майонез сделать с использованием миксера с использованием венчика венчиком это очень долго с венчиком хорошо сделать допустим дрессинг какой-то дрессинг это соус для салата немного главное правило когда вы взбиваете майонез дно вашей посуды должно быть узким для того чтобы когда вы будете добавлять масло у нас начала взбиваться эмульсия масло нужно добавлять понемножку по поводу ингредиентов мы будем с вами добавлять по мере изготовления майонеза в конце видео внизу я вам дам полную раскладку в зависимости от нашего расчета то есть у нас с вами будет 600 ориентировочно 600 грамм готового продукта и относительно этого я по ложечке сколько в каждой ложечке было использовано чайной или же столовой для майонеза и так потихоньку потихонечку вбиваем масло если вы сейчас вольете сразу большое количество то эмульсия у вас не получится ну вот обратите внимание видите как потихоньку масло и желток соединяются и получается густой соус еще немножко добавляем масло обратите внимание что сейчас у нас с вами очень густая уже получилась масса поэтому нам нужно добавить жидкость я добавлю ложку уксуса столовая ложка уксуса сразу стало легче теперь можно уже смелее у нас с вами уже получилась эмульсия и теперь можно гораздо смелее доливать масло опять пошло тяжело добавляем столовую ложку сока лимона такая вода добавляем тоже где-то пару столовых ложек можно масло уже смелее вы видите уже добавляю практически по пол стакана хорошо у нас еще водички еще где-то две столовых ложки видите благодаря блендеру какая получается густая плотная масса масло хорошо теперь давайте добавим столовую ложку сахара и неполную ложечку соли так давайте попробуем добавлю еще одну ложку уксуса и еще одну ложку лимона добавим дижонской горчицы дижонской горчицы не жалейте чем больше горчицы тем вкуснее майонез я сразу добавляю 2 больших ложки теперь я добавляю где-то 50 грамм оливкового масла так вот значит подсолнечное масло и оливковое масло являются базиками вот на этом принципе можно уже и остановиться этот майонез мы разливаем по контейнером по баночкам и ложим холодильник но в принципе я хотел бы усилить вкус и добавить что-нибудь еще мы в семье добавляем еще нерафинированное масло из семечек грамм 20 это льняное масло грамм 20 это получается чуть меньше столовой ложки кунжутное масло грамм 20 я добавляю понемножку потому что каждая из этих масел имеет обладает своим очень сильным ароматом так обратите внимание как я его пробую то есть ложка всегда должна быть чистая не нужно ее в рот и туда добавлять ее допустим вот так вот положите себе на руку и попробуем очень вкусно необычные вот эти все масла они дали такой микс такой букет что этот майонез вот знаете просто ложками хочется кушать наш майонез практически готов следующий этап давайте его закончим я добавлю немножко табаско для того чтобы выразить вкус и добавить остроты и немножко молотого перца в принципе конечно же вы можете этого не делать я делаю на свой вкус и потому что нам нравится когда майонез имеет характер и так несколько капель табаско как я и говорил я вам рекомендую купить ступку и молоть черный перец самостоятельно потому что по-настоящему аромат вы получите именно сделав его своими руками хорошо заканчиваем вот майонез у нас густоватый получился можно добавить еще воды видите именно с блендером вы получите вот такую густую консистенцию своего продукта своего замечательного майонеза допивать руками вы не добьетесь такой густоты и плотности густой держит свою форму но несмотря на то что он вот такой плотный он у нас с вами получился не настолько жирный потому что как вы помните мы добавили и лимонный сок и уксус и воды достаточно много соль сахар горчицу из 650 грамм готового продукта у нас использовано среднем 400 грамм масла разных сортов следующий этап давайте поговорим как же нам его упаковать и хранить вот допустим вы сделали 650 грамм майонеза первонаперво первонаперво не нужно наливать его сразу в большую банку потому что вы же ее сразу не съедите вот допустим вы будете его кушать день за днем и поверхность вашего майонеза она начнет окисляться у нас уже будет не такая аппетитная некрасивая и в итоге если вы собираетесь хранить этот майонез кстати его срок хранения этого майонеза не менее 10 дней в холодильнике если вы планируете его хранить 10 дней то в большой банке съев половину вы просто-напросто уже не захотите его кушать он будет уже не такой красивый не такой аппетитный поэтому если вы сделали большую порцию я вам рекомендую использовать маленькие баночки в среднем где-то по 150 грамм по 100 грамм и вот смотрите что мы делаем с вами вы его наполняете полностью добавим еще немножко банка должна быть очень хорошо помыта обработана кипятком и высушена и охлаждена перед тем как вы положите майонез крышка точно также должна быть очень хорошо вымыта обработана кипятком высушена вот смотрите в раз и закрыли герметично воздуха нет кстати главный наш враг наших продуктов это воздух это окисление если вы оставите майонез в таком состоянии хотя бы на день все его поверхность уже будет окисленно она уже будет не такая аппетитная она потемнеет все то же самое будет происходить и с сыром и с маслом с мясом с любыми продуктами поэтому их нужно герметично закрывать второй момент если вы пользуетесь пластиковыми контейнерами в своем холодильнике их надо выкинуть переходите только на металл вот смотрите к используйте профессиональную посуду металлические крышки металлические контейнера разных форм вот например я видите это я сейчас мариную грудки мы сделаем с вами в одном из наших видео сыровяленые утиной грудки невероятный деликатес так вот вернемся к майонезу контейнера квадратных форм никаких круглых потому что это будет все органе эргономично и аккуратно сложено вашем холодильнике если у вас нет металла используйте керамику стекло положили виду закрыли пленочкой и в холодильник никаких пластиковых контейнеров объясню вам почему дело в том что в наших бытовых холодильниках нормальная температура 7 плюс 10 градусов потому что если вы открываете холодильник течение нескольких секунд что-то ищите пытаетесь взять весь холод с вашего холодильника уходит холодильники бытовые они очень мелкие вы закрываете дверцу и в течение нескольких часов ваш холодильник пытается вернуться к холоду допустим вот выстреленная вас температура ну допустим хотя бы плюс 7 градусов, плюс 5 градусов, но он не успевает этого сделать, потому что без конца вы его открываете, держите открытым, и, соответственно, у вас температура в холодильнике плюс 10, 12, а то еще до 15 градусов Цельсия. Соответственно, ваши продукты не будут храниться долго, это все может пропасть. Если вы будете держать это в металлическом контейнере, то ваша температура хотя бы будет придерживаться того, что есть у вас в холодильнике. В пластиковом контейнере температура будет еще выше, потому что пластик плохо проводит холод. Замечательно. Следующий момент. Когда вы положили, допустим, майонез или какой-либо другой продукт в баночку, я вам рекомендую использовать маркер. Напишите число, когда вы это сделали. Допустим, сегодняшнее число. И положили в холодильник. Вы будете знать, сколько лет, скажем так, сколько дней вашему майонезу, или же мясу, или же колбаске, или же каким-либо другим ингредиентам, которые вы храните. Следите за этим. Это очень важно. Очень важно. Тем самым вы сохраните свое здоровье и здоровье своих близких. Наш майонез готов. Посмотрите, какой красавец. А, просто песня. Давайте сделаем, давайте сделаем простой сэндвич, простой бутерброд. И снимем пробу. Домашний хлеб. Как-нибудь в одном из видео я вам дам рецепт вкуснейшего домашнего хлеба. Итак, видите, такой он с семечками. Очень вкусный. Хорошо. Вот так вот добавим майонезик. Этот бутерброд будет прекрасно звучать с колбаской. С различными ингредиентами, которые вам нравятся. Мне очень нравятся вот такие вот простые итальянские сочетания. Помяторка. И листочек базилика. Просто, удивительно и невероятно вкусно. Пробуем. Не могу вам передать, до какой степени этот майонез полон вкуса, ароматов. Эти масла переместились там. Получился невероятный, просто невероятный вкус. Друзья мои, большое спасибо за просмотр. Большое спасибо, что вы пришли опять на мой канал. Я буду рад, если вы мне поставите лайк, подпишитесь на канал и будете ждать следующих наших видеороликов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok